Всем привет, ребята! Меня зовут Катя Цветинская, и вы оказались на моём канале. Для тех, кто новенький здесь, случайно сюда попал, я расскажу вкратце, вообще, почему я имею право рассказывать вам про Париж. Я жила там полгода, получается, с января по июнь прошлого года, 2022-го. Как я туда попала? Я учусь в школе экономики, и у нас есть программы международного обмена студентами. Я подала заявку, прошла конкурс и попала в Париж. Хотя, честно говоря, я хотела в Барселону, но это уже совсем другая история. Почему ухо вылезает? Кто мне ответит? Я сегодня такая в стиле фильмы-мечтатели. Кстати, кто не смотрел, очень советую. Съёмки проходили в Париже, очень красивый атмосферный фильм, я сегодня как главный герой. Мне просто захотелось передать вам атмосферу этого города. Но вы не подумайте, что там все ходят на самом деле в билетах, так делают только туристы, но вайболы, согласитесь. Суть сегодняшнего видео в том, что Париж — это мой самый любимый город на Земле. Он безумно красивый, там очень много плюсов, и я думаю, что про плюсы знают все. А вот про минусы мне почему-то захотелось вам рассказать, чтобы... Знаете, вот у японцев есть даже синдром неоправданных ожиданий после поездки в Париж. Я, на самом деле, была очень удивлена, когда я это узнала, потому что это такой город, который все очень сильно идеализируют, его очень красиво показывают в тех же фильмах и так далее. И вы знаете такую фразу? «Не строй, ожиданий не будет разочарования». Ну да, смысл такой. И когда ты не мечтал себе всего, не знаю, потратил последние деньги на эту поездку, приехал и разочаровался, это грустно. Но как это было в моем случае, как я уже сказала, я планировала ехать в Барселону учиться, попала в Париж. Я не расстроилась, но просто я не мечтала никогда попасть в Париж. Я ничего не знала про этот город, начала там последнюю неделю буквально вообще гуглить какие-то места. Но потом, спустя время, ко мне пришло осознание, что это город вообще-то из моего любимого сериала «Сплетница». Правда, там снимали всего лишь две серии, но неважно. Из одного из моих любимых фильмов «Мечтатели». Вот, поэтому и в целом я такой человек, я очень люблю индустрию кино, очень люблю, в частности, в школе очень любила читать какие-то романы, поэтому... А это место, ну, этот город просто пропитан духом искусства. В общем, попав туда, я на самом деле была просто счастлива, как сложились все обстоятельства в итоге, и я реально каждый день благодарила Бога, думаю, господи, какая Барселона, зачем она вообще мне сдалась? В общем, Париж — это легендарный город, но сегодня мы говорим именно о минусах, поэтому давайте уже приступим. В общем, первый минус — это бюрократия и всё, что связано со сферой услуг. Сейчас расшифрую. Париж, на самом деле, город, который застрял, не знаю, в 20 веке, может быть, там вообще ничего не цифровизировано, как у нас. То есть наши госуслуги по сравнению с парижскими, у них даже нету, понимаете, у них нету мобильных приложений каких-то, у них не налажена вся вот эта вот глобальная система услуг. Если вам нужны какие-то документы в Париже, вы всегда топаете ножками до ближайшего отделения почты, я не знаю, банка и так далее и тому подобное. Они привыкли всё делать по старинке, и они даже не хотят и не видят смысла цифровизировать это всё, упрощать себе жизнь. Поэтому, вернувшись в Россию, я была просто счастлива снова всё понимать. Там суть в том, что вот, допустим, тебе нужна какая-то карточка, предположим, и чтобы получить эту карточку, ну, банковскую, да, допустим, ты должен пройти 100-500 инстанций, скачать 100-500 каких-то приложений, получить 100-500 каких-то кодов, и только потом, ну, то есть они усложняют этот путь, вот. А если вы не знаете французский, то будет очень тяжело разобраться. Я бы хотела дать в это видео какие-то практические советы, но тогда оно будет слишком большое. Если вы планируете ехать, там, переезжать в Париж или ехать в Париж по учёбе, и вам нужны какие-то практические советы, то напишите мне, не знаю, в комментариях или в директ, я всем отвечаю, и я вам обязательно помогу. Второй минус Парижа — это то, что в плохих районах очень плохо. Что я под этим подразумеваю? Париж — очень контрастный город, то есть в центре там будет очень чисто, очень всё красиво, безумно, архитектура, люди, мода и так далее. Но если вы попадаете... То есть Париж — это город, который разделён по дистриктам, хотелось сказать, как в голодных играх, по районам, округам, вот. Слово не могла вспомнить. По округам. Если вы живёте где-то на окраине, в каких-то очень плохих районах, то там действительно у меня есть знакомый, ну, друг в университете, и у него несколько раз пытались украсть телефон. Он прям с шеи срывали, ну, цепочку, хотя она не была дорогая, она была просто такая массивная, и всё, они видят это, им сразу это надо. В таких районах, особенно поздно вечером, действительно, может быть небезопасно, поэтому вот этот контраст, он очень сильно ощущается, там сразу грязно, там куча бомжей. Короче, такой сирий. Поэтому, если вы едете в Париж даже как турист, обязательно смотрите районы, вот, где вы будете жить, это очень важно. Третий минус — это то, что действительно в Париже местами очень дорого и переоценено. То есть, если ты живёшь там не как турист, и не ходишь каждый день по самым злачным местам, где кофе стоит, не знаю, там 10 евро, действительно, я видела и такое. Если ты просто живёшь как обычный гражданин там, то ты особо много денег не тратишь. То есть, ты уже знаешь, сколько что стоит, планируешь как-то свой бюджет, но есть такие вещи, которые, вот, например, мы пришли совершенно случайно с подругами в кафе, и я не знала, что это кафе, в котором снимали культовый фильм «Амилио», и там горячий шоколад стоит, ну, по-моему, 9 евро он как раз там стоил. То есть, это какие-то вещи, которые просто, ну, вы плодите за атмосферу. Вот, поэтому действительно в Париже очень важно знать места. Я к чему? Вот такие распиаренные места там, это не гарантия того, что там будет вкусно, прикольно. Ну, то есть, для каких-то ярых фанатов один раз в какое-то такое место сходить, это прикольно. Если вы хотите, напишите в комментариях, в следующее видео я сниму топ мест в Париже, именно не такие нераспиаренных, про которые знают все, типа, кафе «де флёр», там, кафе вот это вот около Лувра, а какие-то небольшие нераспиаренные вкусные места, где нормальные цены будут, как-то кажу. Местные. Четвёртый минус — это то, что в Париже очень много психов и неадекватных мужчин. В общем, в Париже есть просто ужаснейший район. Господи, как же он называется? Основная суть этого района в том, что там соединяется сразу много веток метро и также электрички. Ну, то есть, такая большая довольно-таки станция. Туда часто приезжают люди из пригорода. Вот, и контингент там так себе. Я там, не знаю, раза два, мне кажется, ловила паническую атаку от того просто, сколько там людей и какие все неадекватные. У нас, я, по крайней мере, в Питере, в Москве с таким не встречалась, но в Париже, если ты будешь ехать в метро в каком-то даже, ну, я хотела сказать, в суперкоротком платье, но нет, даже в обычном платье, то ты рискуешь словить кучу неадекватных взглядов. Знаете, одно дело, когда просто там на тебя смотрят, а тут, я даже не знаю, как это показать, они начинают вести себя просто как какие-то психи, у которых 500 лет не видели вообще девушек-женщин. И, короче, это может быть, ну, неприятно, они могут начинать приставать, начинать что-то тебе говорить. Одна моя подруга, она реально каждый раз, когда шла в метро, она просто заходила в какой-то туалет и всегда носила с собой брюки и переодевала брюки. Вот, настолько может быть плохо. Но я часто ездила в платьях, да, были, конечно, такие ситуации, но, короче, не знаю, просто понятие раз на раз не приходится. У меня всё было нормально, но может и не быть нормально. Пятый минус — это то, что французы не любят английский язык и вообще они, ну, практически на нём не разговаривают. И даже если разговаривают, они вам назло могут специально, типа, I don't speak English, и всё. Parlez français only. И это, на самом деле, очень усложняет жизнь, особенно туристу. Многие говорят, что там французы, снобы и вообще не такие сяки. Ну, нет, если на самом деле с ними поближе познакомиться, у меня было пару друзей в французах, они хорошие люди. Но они действительно, вот какой-то момент с английским языком у них принципиальный, вот не хотят они на нём говорить и всё. Поэтому будьте готовы к тому, что в некоторых местах, ну, наверное, в туристических то все уже говорят по-английски, но какие-то бытовые вопросы, вот я помню, потеряла купальник в бассейне, и всё. Я не могла решить эту проблему без знания французского языка. И следующий минус, который как раз-таки вытекает из предыдущего, это то, что во Франции вы, скорее всего, никогда не станете местным. То есть люди, ну, часто эмигрируют, особенно сейчас, и бывает такое, что люди, в принципе, приживаются, обзаводятся с друзьями местными, начинают говорить на местном языке, но Париж, вообще Франция, это как отдельный мир, где ты всегда будешь... Да, неважно, ты можешь выучить французский, ты можешь тоже обзавестись с друзьями-французами, но вот это вот внутреннее чувство, что ты никогда там не станешь своим, оно действительно очень сильное. И тут вопрос, ну, для кого вот это вот важна, социализация, для кого не очень. Следующий минус, я бы даже сказала, что это странность, это то, что в Париже во многих парках нельзя с собаками, то есть, ну, обычно вы можете заметить французов, гуляющих с собачками именно по улицам города, вот. На самом деле, много картинок подобных на Пинтересте видела и как-то не придавало этому значению, но действительно, то есть в городе намного больше собак, чем в парках, но зато в парках разрешено пить и курить. Вот так вот. Поэтому даже на улицах, кстати, в Париже разрешено пить алкоголь. Имейте в виду. Следующий минус, это то, что в Париже дорогое и невкусное мясо. Я не знаю, как в ресторанах, ну, там, точнее, что я не знаю, я ела мясо в ресторанах, там оно нормальное, но, как бы, я просто не могу отвечать за все, да, места, но в магазинах оно какое-то, ну, оно не такое, как у нас в России, оно какое-то непонятное. У них проблемы, видимо, с импортом мяса, я не знаю, в чём дело, и к тому же оно безумно дорогое, то есть вот такой вот маленький кусочек филе, может стоить 15 евро. Поэтому я в Париже мясо практически не ела, вот, только когда мы ходили в бесплатные рестораны для студентов, и в целом всё. Ну, то есть, я попробовала, ну, вот я купила один раз, приготовила, оно оказалось невкусным, поэтому в основном, поэтому я ела только рыбу, и в Париже я была практически вегетарианкой из-за этого. Мы уже близимся к концу, но следующий минус, это то, что в Париже тяжело снять хорошее жильё, то есть, казалось бы, у вас, например, много денег, и вы готовы снимать там в первом, во втором округе самых таких престижных, крутых, ещё 16-й считается одним из самых лучших, вот, но это может быть очень тяжело, только потому что, ну, во-первых, опять-таки, коммуникация, да, на французском, во-вторых, у французов есть странности, по типу, что нельзя убирать какие-то вещи, там, ну, то есть, это не как мы привыкли снимать квартиры, полупустые, да, если там на длительный срок, вот, они часто могут оставлять свои вещи, говорить, что их нельзя убирать, они часто могут предъявлять какие-то странные требования, вот, и, в принципе, можно отстоять огромную очередь, то есть, таких квартир мало выставляется, которые, действительно, знаете, такие парижские, типа, с балкончиками и прочее, и чаще всего они просят какие-то рекомендации от французов, а если у вас нет знакомых французов, то это будет проблематично для вас. И последний минус на сегодня, это то, что в Париже очень много забастовок, но, я думаю, многие из вас это знают, но суть в том, что они очень мешают жить на самом деле, ну, как посмотреть, то есть, в дни, когда забастовки полностью транспорт перекрывается, и чаще всего отменяется учёба, люди не идут на работу, если это какие-то прям забастовки, когда люди выходят на улице, то реально может быть опасно даже, и это просто происходит довольно-таки часто, иногда, знаете, вы планируете свою жизнь, какие-то там встречи, события, а потом хоп, и забастовка, и ну, всё, вы ничего не можете сделать. Вот, я помню, была одна забастовка с транспортом, и я просто проделала огромный путь, потратила 2 плюс часа, хотя Париж опять-таки маленький город, вот, чтобы попасть в какую-то непонятную точку, и, ну, в общем, это просто усложняет жизнь, вот, в России я с такими никогда не сталкивалась. Чтобы подытожить это видео, я хочу сказать, что каждый решает сам, и лично для меня плюсы перевешивают минусы во много раз, просто даже красота, сама атмосфера города, архитектура, история, то, какие там интересные люди живут и просто приезжают, ну, Париж, он сам по себе маленький, и ты можешь встретить там, не знаю, Беллу ходить, когда вышел за кофе, вот, таких историй много, я там тоже встречала знаменитости, но об этом в следующих видео. Не забывайте писать комментарии, задавать вопросы, давайте пообщаемся с вами, и спасибо большое за просмотр, всем пока!